Мемориальная акция «Свеча памяти» за несколько лет стала международной. В ночь с 21 на 22 июня огонь горел более чем в тысячах городах по всему миру. Жители Люберец тоже присоединились к этой акции. Её ежегодно организуют волонтёры Победы и партия «Единая Россия». По всей России зажигают свечи в ночной тишине, в память о тех, кто отдал жизнь во имя Победы. В годы войны на фронт призвали 50,5 тысяч люберчан. Из них более 17 тысяч обратно не вернулись с поля битвы. Победу в Великой Отечественной ковали не только солдаты, но и те, кто работал в тылу. Мы стоим напротив завода Ухтомский, который в те годы также выпускал военную промышленность. И не только он на территории Люберецкого района. На тот момент также ряд предприятий работали и ковали Победу. Хор ветеранов «Дети войны» из посёлка Октябрьский исполнил священную войну. Слова этой песни, которая стала гимном защиты Родины, известный поэт Василий Лебедев-Кумач написал на третий день после начала Великой Отечественной. Идёт война народная, священная война. Жители округа почтили память павших героев, минуты молчания и возложили цветы к мемориальному комплексу. Война оставила след в судьбе каждой семьи. У меня папа погиб в 42-м году. Слёзы. Слёзы тяжело. Выросла сиротой. Мой папа, моя мама, она была участницей Великой Отечественной. Она награждена, так как она работала в городе Люберцы в годы войны. И мы, конечно, чтим и помним всех тех, которые не вернулись с поля боя. Сегодня очень страшный день, и я не хочу, чтобы война опять повторилась. Люберецкие молодогвардейцы и участники Всероссийского движения «Волонтёры Победы» на площади перед памятником воину-освободителю выложили свечами слово «Помним» в память о тех, кого никогда не вернуть. Я зажёг свечу в честь моего деда, который прошёл войну, но, к сожалению, его сегодня нет с нами. В этот день произошли просто ужасные события для всего народа, для нашей страны. Я желаю, чтобы никогда такого не повторялось, чтобы люди больше не переживали таких эмоций, как тогда. Великая Отечественная война продлилась 1418 дней и ночей. СССР потерял в ней более 26 миллионов человек. Но советский народ смог выстоять в этой войне и победить фашизм. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.